В школе высшего спортивного мастерства сегодня завершился открытый всеукраинский турнир по бадминтону Кубок Независимости. За награды традиционных соревнований сражались 88 участников из Грузии, Азербайджана, Египта, Израиля и из шести областей Украины. Турнир проходит уже 22 раз. Идея возникла в середине 90-х годов, когда стал насыщенный международный календарь, бывая на соревнованиях за границей, мы понимали, что Украине такие соревнования нужны. Приятные сюрпризы так или иначе были, есть, и очень приятно, что уже в финале играют Ваня Мединский, Прозорова Настя, Лера Рудакова. Очень приятно на турнире удивила Таня Лаврова, которая тоже очень хорошую победу одержала. Ну, то есть, наверное, так и должно быть. Должны молодые все-таки тревожить более возрастных игроков, чтобы они лучше тренировались и готовились. Несмотря на сильную конкуренцию, хозяева Кубка Независимости добыли в родных стенах максимальные пять побед. В женском турнире дважды на высшую ступень пьедестала поднималась Марина Ильинская. В одиночном разряде воспитанница Харьковского бадминтонного спортивного клуба победила свою одноклубницу Анну Михалькову в двух партиях. В парном финале Ильинская и Владислава Лесная одолели в дерби Валерию Рудакову и Анастасию Прозорову. 21-11, 14-21, 21-19. В одиночке очень важно найти настрой. Тем более, это девочка из моей команды. Я с ней очень часто играла. И, то есть, если в паре в любой момент может помочь партнер, то в одиночке все зависит только от тебя. И первым делом я как бы настроилась на одиночку и, наверное, большую часть их сил потратила на нее. А оставшиеся потратила на пару. Так как у меня партнер был еще свеженький, вот, то надеялась на поддержку Влады. Хотели очень сильно выиграть и старались любым способом, несмотря на какие-то наши трудности, все-таки преодолеть. И, наверное, мы чувствовали чуть больше уверенности, потому что девочки младше нас. Победный дубль в родных стенах оформил и Валерий Отрященко. В микст он выиграл вместе с Прозоровой парный титул с Иваном Мединским, с которым вместе вышел на корт впервые. В финальной встрече подопечные Геннадия Махновского не оставили шансов в Днепровском. Бадминтонисту Александру Колеснику и Артему Ткачуку из Винницы им дважды по 21-15. Надо молодым передавать опыт, поэтому постепенно я то с одним, то с вторым, то с третьим играю. У нас ребята подрастают высокие, большие. Не нужно накатывать их в парах. Сразу было по-нашему. Ну, только вторая партия как-то не задалась начало. Но после 11-ти мы начали добивать. Все-таки опыт с моей стороны и активность с его стороны, они играют положительную роль. Ну и уровень все-таки школа Бадминтона Харькова высокого уровня. И мы поддерживаем, стараемся поддерживать этот уровень все время. Еще одну победу харьковчанам принес Виталий Конов, который в мужском финале обыграл египтянина Ахмеда Атбелнадера в двух партиях. В конце августа сильнейшие украинские бадминтонисты сразятся за награды домашнего этапа Кубка Европы Харьков Интернешнл, который пройдет во дворце спорта «Локомотив».